Аномальные природные условия в Абыйском Улусе не дают возможности прокладывать автозимники в срок. В результате в некоторых отдаленных поселениях ощущается дефицит топлива, продовольствия и кормов. Из-за этого работники казенного предприятия дороги Арктики трудятся в ускоренном темпе. Екатерина Соломова о ситуации в районе. На участке Белая гора Абыйс и Ганнах разрешено движение автомобильного транспорта весом до 20 тонн с минимальной дистанцией между автомобилями 70 метров. В сторону Соганнаха идет расширение дорог, установка дополнительных знаков. Там пока работает одна единица техники – бульдозер К-702 с балком. До Олбута дорога не региональная, а муниципальная. Предприятие до Нового года выиграло аукцион. Был заключен муниципальный договор и в этом году они обслуживают эту дорогу. На данный момент в сторону Олбута работают три единицы техники. Это К-702, шнекоротор на базе Урала и Вахтовка. У них 12-часовой рабочий день. Сейчас они перевыполняют план. В основном работают допоздна. Из-за сильной уплотненности снегового покрытия в день они проходят по 3-4 километра. Мы уже идем пятый день, пробиваемся. Тремя техниками. Но трудности какие? То, что снегу много. Работаем, как говорится, все работают на износ. Сопровождаю дорожную технику. Обеспечиваем теплом, ночевкой. До Нового года до села Саганаха проливали 17 дней. Дорога очень сложная. Сейчас стоим, вот, переехали, участок в рулях. Впереди предстоит участок нырок. Самый узкий спуск с резким подъемом. Также сейчас остро стоит вопрос по КВРГН. Толщина льда составляет 38-40 сантиметров. Поэтому сейчас ведутся работы по уплотнению снега на реке. Екатерина Соломова, НВК Саха, Абы.